11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Гарита Пузлиева и Анна Лапшина. Всем доброго дня, мы сегодня два часа работаем, два часа в прямом эфире, мы доступны для ваших реплик и звонков по телефону 211-101. И я чуть позже призову звонить тех, кто так же, как мы с Дарьей, немножко мерзнем. Да, вы можете, кстати, нам об этом написать по телефону 8-909-720-101-0, в Вайбер, в Азап, либо СМС. Либо канал в Телеграме, да, это Кирова. А еще у нас уже есть видеотрансляция, да, уже запущена видеотрансляция на Ютубе, на нашем сайте, она появится через пару минут и в ВК. В общем, вы на видеотрансляции ВКонтакте и в Ютубе, и на нашем сайте можете видеть Дарью Топузлиеву, которая настолько замерзла, что сидит в шапке. Вот, и это неудивительно, потому что тема наша сегодня, первого часа, это Киров на старте отопительного сезона, все ли готово к включению отопления в домах. Если вы так же, как Дарья, мерзнете дома, пожалуйста, звоните 211-101, заодно расскажете, как вы лето это пережили. Была у вас дома горячая вода все лето или ее не было несколько месяцев, как у нас, например. Мы сейчас прямо будем связываться с Олегом Прохоренко, руководителем прислужбы Кировской теплоснабжающей компании. Последние данные у него узнаем. Что в городе происходит с отоплением, насколько все готово, да, там еще паспорта готовности должны получать, что с горячей водой, что с теми работами, которые сейчас ведутся на улицах города, в тех местах, где все еще раскопки, когда они, наконец, будут завершены, успеют ли сделать дорожное покрытие. Потому что, судя по прогнозу на Гесметио и на других сайтах, не очень все хорошо. Осень, уже осень. Вот, кстати, да, потому что вроде как обещали, что сентябрь весь будет такой прекрасный и теплый, но почему-то пока нет. А вот и нет. Ну, тут надо смотреть, кто обещал и кто считает теплым, а кто холодным. Плюс 10, плюс 14 градусов. Олег Прохоренко с нами на связи, руководитель прислужбы Кировской теплоснабжающей компании. Олег, добрый день. Добрый день, коллеги. Да, да. Олег, сразу же первый вопрос. Скажи, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что пока никакого распоряжения о старте отопительного сезона нет? Ну, постановление о начале отопительного сезона в объектах социальной сферы появилось. И с 15 числа, то есть с сегодняшнего дня, мы начинаем включение уже массово учреждений соцсферы, детские сады, школы, больницы, поликлиники и так далее. То есть до этого мы также включали, на этой неделе уже были включены, ну, первым, это дом ветеранов на Колесниково на проезде. Вчера включили инфекционную больницу, это те заявки, которые были поданы заблаговременно. И по состоянию на вчера, на вечер, у нас 144 заявки были одобрены на включение. Сегодня в течение дня мы ожидаем, что данное учреждение подключится. Тут надо понимать технологию. Если это не центральный тепловой пункт, то включение производится силами слесарей того или иного учреждения. Они получают, соответственно, от теплоинспекции одобрение на включение и включают самостоятельно. Мы по концу дня будем подводить итог, сколько сегодня уже учреждение у нас включалось. Ага, то есть они, во-первых, должны подать заявку сами. Да, они подают заявку сбыт, тоже нужно понимать. Если кто или иное учреждение считает, что у нас еще достаточно комфортная температура, такое тоже возможно. И хотят тем самым сэкономить бюджетные деньги, то есть каждый день включения, это же определенная сумма из бюджета учреждения, то они повременят и подадут заявку позже. Те, кто считает, что уже пора, они могли раньше это подать. Но массово, вот мы ожидаем, в ближайший день, два, три будет подключение соцобъектов. Я правильно понимаю, что вы тоже мониторили прогноз погоды, то есть видели, что, в общем-то, все, лето ушло. Ну, безусловно, мы мониторим. Более того, у нас температура теплоносителя зависит от наружной температуры. Ежедневно температура наружного воздуха, она тоже мониторится. Сейчас с ТЭЦ увеличен расход как раз для того, чтобы была возможность включить те организации. А организации небюджетной сферы точно такая же схема. Они подают заявки на включение, мы даем добро, и они подключаются. Так, Олег, я сразу уточню, что такое организация небюджетной сферы. То есть я правильно понимаю, что по идее подать заявку на включение тепла может вообще любой дом? Ну, вот смотри, с организациями и предприятиями проще, потому что они приняли решение, да, что мы готовы включаться, мы готовы оплачивать включение. Ну, не включение само, а... Отопление, ну, ресурс. Отопление, да, по итогу месяца. И они включаются по дому сложнее. Почему? Потому что очень сложно бывает каждого собственника квартиры опросить, готов ли он на включение тепла. Если дом маленький, если несколько квартир, люди согласованно решают, что мы готовы включаться, передают эту информацию в управляющую компанию и, соответственно, подключаются к теплу. Если есть люди, которые говорят, а мы, у нас нормально, мы не хотим пока переплачивать. То есть, вот в таком случае, конечно, ну, просто единство во мнениях достигнуть бывает сложно. Так, то есть это должно быть стопроцентное решение собственников? Или можно там, как на общем-то... Да, это должно быть стопроцентное решение собственников для того, чтобы потом не было исков в прокуратуру, а почему меня включили, я еще не просил. Соответственно, как только выходит постановление администрации города, здесь уже вот этих возражений быть не может. Это уже документ, на основании которого по графику включаются все дома. Олег, а тут вот у нас еще есть вопрос от слушателей. С чем связано то, что вместо горячей воды идет еле теплое, Октябрьский 42, это дом. Даже посуду мыть под такой... В общем, посуду мыть в такой воде не очень приятно. Кто должен платить за такую услугу, кто отвечает за ее качество? Здесь механизм следующий. У нас все расчеты осуществляют организации, ну, несколько организаций по городу. Это Энергосбыт, расчеты и выставление счетов. Это ЦКС. И это управляющая компания, там, где не переведены собственники на прямые расчеты с ресурсно обжающей организацией. Поэтому для того, чтобы понять, в чем причина, причина ли со стороны с нашей, что там недостаточный ресурс подается, недостаточного качества и что-то еще, необходимо комиссионно собраться и зафиксировать, запротоколировать с представителем управляющей компании, что да, температура недостаточная из крана с горячей водой, и подать на перерасчет. Но для этого нужно определить, это неисправен бойлер в доме, и тогда перерасчет будет делать управляющая компания самостоятельно, или все-таки недостаточные параметры теплоносителя, которые подаем мы, тогда уже перерасчет, соответственно, идет со стороны сбыта РКЦ. В общем, это долгий процесс. Это не то, что долгий процесс, это, ну, кто виноват, нужно определить. Для того, чтобы это определить, нужно комиссионно собраться. Если, соответственно, ресурса нет совсем, понятно, что здесь вы перекрываете просто вентиль и не платите, передаете нулевые показания, либо если вода чуть тепленькая, надо понимать, на каком этапе есть проблема. А, ну, то есть это не та история, что вы подаете такой ресурс в определенном направлении, из-за того, что работы где-то ведутся. В Кирове закрытая система теплоснабжения. Это значит, что мы подаем теплоноситель до дома, и в доме есть бойлер, который нагревает холодную воду до состояния горячей. Вот либо бойлер неисправен, и это, ну, как, наверное, Аня, и ты уже знаешь, это ответственность управляющей компании. Я знаю, к сожалению. Да, если дом запитан от центрального теплового пункта, который мы обслуживаем, они муниципальные, но мы их обслуживаем, и здесь уже вопросы к нам. Понятно. То есть это уже бойлер в нашей ответственности. Понятно. То есть бойлеры разные. Один в доме, другой, условно говоря, в доме. Другой в центральном тепловом пункте, да. А много предприятий уже подали заявки на включение отопления? Да. Вот как я говорил, пока было две заявки, предприятий не было вообще. Организации от учреждений и соцсферы две заявки удовлетворены, и 144 заявки должны быть реализованы сегодня. Олег, а мы можем как-то градировать эти заявки? Там больше все-таки больницы и детские садики, или есть и школы, и еще какие-то там организации? У меня пока в этой разбивке нет, к сожалению. Я вам не скажу. Скорее всего, по концу дня у меня будет понимание, какие организации и учреждения включились. Пока вот два учреждения, это медицинские. Я думаю, что в первую очередь как раз медицинские учреждения. Причем мы заинтересованы тоже начать этот сезон, этот петельный сезон уже сейчас. Для нас это, понятно, доход точно так же, как и подача горячей воды соответствующего качества. Но здесь это все-таки воля самого учреждения. Мы не можем включить кого-то, сказать, что ребята, включайтесь, без того, что учреждение само об этом не заявится. Понятно. А как быстро вообще эти заявки рассматриваются? Отчего это зависит? Они рассматриваются в течение дня. Заявка подается, и в течение дня дается уже. Ну, то есть там несколько есть вещей. Есть ли техническая возможность для включения, есть ли прибор у чего-то, исправен ли. Он смотрит как раз тепловая инспекция Энергосбыта. И нет ли задолженности неурегулированной. То есть если все эти вопросы сняты, дается команда, и все, можно включаться. Олег, тогда вот все-таки к готовности, да, скажем так, перейдем. Насколько я понимаю, сейчас в Кирове идут какие-то проверки комиссионные, там, выезды инспекционные в дома, в том числе, в котельные и прочее. Чтобы проверить как раз готовность к старту отопительного сезона. Что у нас в городе с этим, ну вот если там у вас есть данные какие-то? Ну, смотрите, по жилью, как таковых проверок нет. Это все-таки проверяют действительно котельные и смотрят, ну, учреждения бюджетные, да, как они готовы. Причем нынче, насколько у меня информация, есть технические бюджетные учреждения. Все готовы, получили паспорта готовности. По жилым домам тоже большая часть управляющих компаний уже документы подали. И регулярно раз в неделю собирается в администрации города как раз представители управляющих компаний, либо с главой администрации города. Ну, наверное, сегодня как раз второй гость более подробно об этом расскажет. И степень готовности домов, передача документов и получение паспортов готовности намного лучше, чем в предыдущие годы. Это все-таки такая системная работа. Для того, чтобы получить паспорт готовности, дом должен провести ряд технических мероприятий. Это промывку, это опрессовку, документы на тепловой узел и так далее. То есть там 15, по-моему, пунктов в соответствии с правительственным документом. Если это все выполнено, соответственно, дом получает паспорт готовности и может включаться по теплоснабжению. То есть это на контроле. И это помимо каких-то госжилой инспекций и прочего, это работа, которая проводится совместно с тепловой инспекцией и администрацией города. Олег, я не знаю, возможно, вы с Аней уже это обсудили. Я тут пока раскидывала трансляцию, может, прослушала. А по поводу всех работ ремонтных успевателей... А, нет, мы не обсуждали. Мы как раз как раз хотели к этому перейти. Да, это тема, которая, я думаю, что волнует действительно многих кировчан. Потому что нынче, ну, в моем понимании, нынче такое переломное лето. Первое, ну, по-настоящему, по-хорошему, первое лето с начала концессии. И лето, которое позволило нам сделать большой рывок вперед. Да, но, к сожалению, многих горожан оставило без горячей воды на длительный период. Да, но, смотрите, я бы сравнил это с пациентом, который долгие годы просто болел все сильнее, 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 сильнее. И болячки не лечились, да, откладывались на потом. Сейчас, когда пациенту наконец-то прописали лечение, мы начали вскрывать множественные язвы, а кроме этого резать по-живому, перегораживая где-то проезд, где-то там устраивая раскопки, которые люди, ну, даже по свежему асфальту, который недавно положено. Потому что коммуникации надо менять, и это наша ответственность зимой, поставка тепла. Конечно, больному больно, но он выживет. Если бы ситуация не поменялась, и если бы мы точно так же продолжали латать, условно говоря, дыры, то вот этих раскопок, незапланированных и летом, и зимой, было бы намного больше. И когда тут на днях была встреча руководителя нашего генерального директора с главой региона, с Игорем Владимировичем Васильевым, Андрей Вагнер сказал очень, наверное, правильную, мудрую фразу, что лучше все-таки копать летом, чем зимой. Потому что зимой это, во-первых, толком не благоустроить, во-вторых, это на некоторый период оставить людей без отопления, это гораздо серьезнее, чем без горячей воды. Понятно, что никто не снимает ответственности с теплооснабжающей компании за то, что нужно укладываться в сроки, в двухнедельные. Но физически, на сегодня состояние трубопроводов таково, здесь есть, опять же, наша головная боль, это район Болото, улицы Лепси, улицы Романа Ярдякова, посмотрите, что там делается. Болото, это улица Широницев, насколько я понимаю. Вот сегодня пришло сообщение, мы запустили практически уже всю улицу Ярдякова по горячей воде, и снова дефект, снова дефект между двумя домами, там, по-моему, 14 и 16, и снова нам нужно, мы еще не успели, к счастью, не успели положить асфальт, снова нужно раскапывать и снова устранять. Сети, которые были переданы, так называемые, ну, не бесхозно их обслуживала организация, но за время обслуживания они просто пришли в негодность, там никто не проводил никаких реконструкций. То есть вы в одном месте отремонтировали, где-то тут же рядом что-то опять? Где-то тут же, но протяженность этих сетей десятки километров, и понятно, что их вот так одномоментно взять и обновить невозможно, а сети эти представляют из себя труху. Я ужаснулся в прошлом году просто на улице Чернышевского, когда меняли целый участок вот таких труб, переданных нам, это не трубы, это вот просто ржавая субстанция, которую можно руками продырявить. Ну, то есть вот подавать тепло по таким трубам просто невозможно, к сожалению, нам достается вот это вот наследство, и теперь уже мы отвечаем за то, чтобы люди были с теплом, и теперь вынуждены вот в отопительный сезон входить с раскопками, но наша задача сейчас, чтобы все были с теплом, чтобы все его получили и зима прожили спокойно. Ну, понятно, что где-то мы доставляем неудобства по раскопанным дворам и раскопанному асфальту, но... Здесь-то меньше всего, мне кажется, неудобства, но вот... Ну, я не знаю, как вы судите, да? Ну, я не скажу, вот нам пишут, допустим, там с Пятницкой 98... Так. Или 89, там нынче произошла реконструкция, заменили трубопроводы, ну, то, квартальные, и люди, мы еще не успели закопать их, да, только завершилась реконструкция, и люди уже пишут и жалуются, что, ребята, вы ничего не закапываете, давайте быстрее. Ну, то есть, кто-то ждет, когда ему горячую воду дадут, кто-то ждет, когда ему закопают. Массовые жалобы с микрорайона Зонального института, вернее, ну, улицы Хлановской, где мы тоже целый квартал переложили, там, с микрорайона Дружбы. Но есть понимающие люди, которые говорят, что, ребята, ну, вы поймите совесть, вам все переложили, а мы только ждем своей очереди, когда у нас закончатся эти бесконечные раскопки, нам все переложат, и мы можем спокойно делать благоустройство, высаживать цветы, зная, что к нам уже никогда не сунутся с раскопками, ну, никогда на протяжении десятков лет не сунутся коммунальщики со своими раскопками. И причем у нас всегда была проблемная улица Народная. Проблемная почему? Потому что это тоже болото, это очень низкое место, очень сырое, трубы там постоянно ржавели. Олег, улица Народная, это где, какой район? Улица Народная, это от улицы Лепси идет вдоль железной дороги. Так, понятно. Вот, и в течение последних трех лет там шли реконструкции, мы укладывали уже трубопроводы, там одна ЦТП на 24, по-моему, дома, переложили практически, там немножко, небольшие участки остались только старых труб, положили новые трубы, сейчас уже там сделано благоустройство, я специально ходил, разговаривал с людьми, они говорят, ой, как здорово. Нет, ну, когда это все закончилось, и наконец сюда и все закопали, то конечно да. И нынче там ЦТП преображается, то есть там старенькое здание, ветхое, со старым оборудованием стояло, нынче обновили все оборудование, новые теплообменники поставили, и саму ЦТП сейчас там ведется, уже наводится лоск, то есть она будет покрашена, ну, сейчас штукатурка, окраска, новая кровля, и мы, я надеюсь, что про улицу Народную и жители улицы Народной про нас забудем уже на долгие годы. Олег, вот смотри, ты упомянул, да, что первый год такой после концессии, что называется, а можно как-то сопоставить объемы ремонта, то есть то, что было сделано в этом году, например, в прошлом? В прошлом году у нас по реконструкциям было порядка 12 километров, это именно реконструкция, не ремонт, ремонтов у нас примерно там около 20 километров ежегодно мы ремонтируем, заменяем, в этом году около 40, то есть 3,5 раза прирост по протяженности трубопроводов. Это именно реконструкция? Да, на будущий год такой же план, около 40 километров переложить, это не считая тех шести ЦТП новых, которые мы строим, может быть, даже кто-то видел, это интересная картинка, когда модульные ЦТП привозят уже собранные, ставят на площадку и подключают коммуникацию, вот так было на Октябрьском 13, например, и там же стеновыми панелями в один день обшивают, это прям какой-то космос. Шесть ЦТП мы меняем, в том числе два в Ленгасово, в Северной больнице, на Октябрьском 13, в 41 микрорайоне Новаяцкая, это всегда была проблемная зона. И вот жители этих микрорайонов, я думаю, что будут нашими просто амбассадорами в будущие годы, потому что они увидят, насколько меняется картина, насколько правильно переходить от раскопок и к качественной замене всех трубопроводов. Понятно, отремонтировать один раз, а не латать каждый год, да? Все верно, да. И потерпеть, понятно, что реконструкция это не ремонт, это не две недели точно, потому что переложить все трубы, сделать неподвижные опоры, новые камеры, они монолитные сейчас строятся, заменить оборудование ЦТП, это требует времени, это как новое строительство, то есть это минимум два месяца. Но по итогам этих двух месяцев радикально меняется просто качество жизни, и качество горячей воды, и качество отопления, и самое главное, что можно забыть о раскопках. Олег, еще тогда такой вопрос, все-таки уже в завершении нашей беседы. Есть, я так понимаю, что дома в Кирове до сих пор еще не подключенные горячей воде, то есть там было несколько дат, насколько я помню, 4 сентября, 10 сентября кого-то включали, 15 сентября, и вот насколько я понимаю, там район мечты, да, где-то вот там, Московская, 140 какие-то дома, там, по-моему, 30 сентября обещают включить воду горячую. Вот 30 сентября, это последняя дата, когда должна горячая вода появиться у людей? Сейчас я посмотрю, я понимаю, о чем речь. Там была реконструкция тоже внутриквартальная, комплексная, от ЦТП нашим на улице Циолковского, Ломоносова, Циолковского, Московская вода, это район, это квартал, да, в районе мечты. И так как у нас есть по этому году на торгах экономия 36 миллионов рублей, то есть мы все торгуем по 223 ФЗ, не имеем права просто кому-то отдать, да, и понятно, что торгуем с экономией, и эту экономию решено пустить было на дополнительные объекты, то есть у нас давно бы этот микрорайон был уже с горячей водой, если бы не счастье... В виде дополнительных денег. В виде дополнительного финансирования, то есть мы решили еще несколько трасс в этом квартале переложить. Так, секунду, я просто по сроку сейчас скажу. То есть там детский сад уже к 11 числу был готов полностью, и, по-моему, к 18 числу должна быть все-таки уже горячая вода полностью в этом микрорайоне. В домах? Да, да, да. Это понятно, что там не 15 число, но вот у нас таких дополнительных объектов, их 7, и это и дополнительные объекты на Ленина в районе Зонального института, это дополнительные объекты на Короленко-Левитана, это дополнительные объекты здесь на улице Московской, и этот, опять же, я встречался там с людьми, понятно их недовольство, да, вы нам тут раскопали, вы все лето нас оставили без горячей воды, но я хочу с ними пообщаться через год, да, когда они поймут, что все, мы как бы ушли из этого района, и здесь закрыли полностью проблему. Другое дело, если бы мы, там, какой-то участок, ну, просто физически, он не вошел в реконструкцию этого года, снова отключение и снова перекладка участка. То есть в данном случае мы все-таки продляем отсутствие ресурса, горячей воды, но уже закрываем эту проблему полностью в данном микрорайоне. Я, ну, плохо жить без мечты, и я, конечно, мечтаю, что когда-нибудь эти проклятия, взломки, ровчаяния в наши адресы, мы, конечно, реагируем, конечно, отвечаем, стараемся людям и просим с пониманием к этому относиться, к этим отключениям по реконструкциям. Вот, и надеюсь, что когда-то мы доживем до того, что о нас будет меньше вспоминать. Понятно, что мы не единственные ресурсники, и, наверное, когда-то... Водоканалу в свое время тоже доставалось. Все эти другие тоже потребуют такого обновления, но все-таки горячая вода, кипяток, который там больше 100 градусов, он требует особого подхода и при строительстве, и особой ответственности. И гораздо чаще требует обновления коммунальной инфраструктуры, чем просто с не очень высоким давлением вода или газ и так далее. У меня вопрос еще был по раскопкам, но я боюсь, что мы уже не успеваем, да, у нас перерыв. Олег может подождать? Олег, ты можешь подождать с нами две минуточки на телефоне по рекламу? Да, конечно. Спасибо большое. Продолжаем дневной разворот. Олег Прохоренко с нами по-прежнему на связи, руководитель пресс-службы Кировской теплоснабжающей компании. Олег, ты тут? Да, я на связи. Да, Олег, я хотела просто вот последний уже вопрос, прям совсем последний задать. Это по поводу восстановления дорожного покрытия в местах раскопок. Погода-то нам, ну, мягко говоря, не совсем благоволит, наверное, для дорожных работ не самая хорошая история. Вы будете в этом году восстанавливать покрытие, или вы как-то там его подшлифуете немножечко, и до весны это все останется? Вообще до выпадения снега, точнее, что касается дорожных работ именно на дорогах, на улицах, то до 15 октября разрешено укладывать асфальт и проводить богоустройство. А что касается дворовых территорий, то же самое. Тут нет ограничений, пока не ляжет снег. Мы эти работы проводим и будем проводить. Скажу лишь цифру. У нас на сегодня, уже с начала года, благоустроено, сдано по актам 788 раскопок. Понятно, что я не раз говорил о том, что мы... Как ты какие-то пугающие цифры называешь? Да, ну, нас тоже они несколько удручают, но надежда есть, что год от года все-таки эта цифра будет сокращаться. Мы не любители покопаться, правда. То есть, каждая раскопка сопряжена... Вот недалеко от моего дома была раскопка, это свобода и преображенская. Там необходимо было перенести светофор, забрать брусчатку, раскопать, и потом все это... Сейчас уже все восстановлено, то есть, вы не увидите, что там проводилась раскопка вообще. Вот, но это требует огромного количества и людских ресурсов, и финансовых затрат. Все-таки лучше, если полностью эти трассы проблемные будут заменены и больше к ним уже не прикасаться. Ну, и еще раз по раскопкам, значит, до этого времени, до выпадения снега, мы проводим полное комплексное благоустройство. После этого в зимнем варианте, то есть, понятно, что дефекты будут выявляться, и раскопки будут продолжаться и зимой. Там мы делаем благоустройство частичное. Там, где это проезжие части, мы делаем временное асфальтирование литым асфальтом, и затем весной уже фрезеруем и укладываем асфальт чима. То есть, это такова технология по всем раскопкам. Соответственно, закапываем для того, чтобы, не дай бог, никто не угодил в яму сразу же после проведения работ, но закапываем грунтом. И финальное благоустройство с черноземом, с выселом травы делаем. Уже, когда просыхает грунт, это где-то уже в июне. То есть, уже в следующем году? Ну, это я говорю о тех раскопках, которые мы производим зимой. Спасибо большое. Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировской теплоснабжающей компании, был с нами на связи. Мы сейчас попробуем еще связаться с администрацией города, потому что администрация города как раз, собственно, сегодня в том числе выезжала с проверками в котельные. Да, я хочу напомнить, что о своих проблемах вы тоже можете нам позвонить или написать 211-101, либо 8909-720-101. Ну, кстати, так удивительно. Я почему-то думала, что основная часть вот таких вот прям совсем-совсем гнилых труб, она где-то в центральной части города. Потому что старая, да, часть города? Ну, хотя, возможно, в старой части города уже давно все переложили. Ну, мне кажется, что... А так вот, например, район Хлыновской, да? То есть, это же не самый какой-то старый район города, чтобы там прям такая вот труха... Ну, в районе Хлыновской есть даже старые исторические дома. Там последние снесли недавно. Ну, не, понятно. Ну, в смысле, к тому, что там тоже много и новостроек, и, ну, вот, на первый взгляд не подумаешь, что вот именно там в таком каком-то районе может быть большое количество проблем. Ну, ладно, с болотом понятно, там болото. Все это где-то гнило. Дмитрий Кондратов с нами на связи, заместитель и руководитель департамента городского хозяйства администрации Кирова. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы вернулись уже, мне говорили, что вы поехали сегодня с утра с проверкой по котельным. Точно так, да, сегодня осуществлял проверку готовности котельных к отопительному сезону. Так, где вы были? Наверное, пять минут еще только прошло, как приехал. Так. Куда вы ездили? А, ездил, сегодня я ездил в микрорайон Зиновый и в Слобода-Сашене и в Ново-Вятский район на котельную Азбу-Кобыта. Котельные готовы к отопительному сезону. Ну, вот эти, в которых вы побывали. Да, да. Эти котельные, на которых я побывал, котельные готовы к отопительному сезону. Соцсферу также готовы подключать. Зиновую школу запустили. А сколько в городе вообще вот таких вот автономных котельных? Автономных, ну, около двадцати. А они как-то отчитываются вот о готовности тоже к сезону? Все котельные без исключения, руководство отчитывается о готовности к отопительному сезону. Помимо этого, мы в обязательном порядке проезжали, ну, и вот еще остались, которые необходимо проверить. Обязательно проверим лично, удостоверимся, что котельные готовы, и запасы топлива имеются на объектах к теплосомжению. Дмитрий Александрович, вы вот, ну, помимо котельных, еще какие-то объекты, завязанные в отопительном процессе, в отопительном цикле контролируете? То есть, администрации я имею в виду. То есть, есть ли выезды какие-то в дома, там, да, не знаю, управляющие компании должны ли предоставить какие-то паспорта готовности? Да, конечно. Весь, можно сказать, межотопительный период велась работа по подготовке к отопительному сезону города в течение всего периода. Ну, и сейчас также продолжается проверка как ресурсоснабжающих компаний, так и управляющих компаний. В первую очередь, у ресурсоснабжающих организаций проверяются планы, выполнение планов готовности к отопительному сезону. У управляющих компаний опрессовки, промывки, ну, в целом проверки домов к отопительному периоду. А как вы вот контролируете эти опрессовки, промывки? Они же не вызывают каждый раз специалистов из администрации, там, на каждый дом? Да, для этого есть специальные службы у ресурсоснабжающих организаций. Это тепловые инспектора, которые с обязательным выходом инспектора на место принимают все работы. И ответственные лица расписываются в актах. И, соответственно, мы видим, что все выполнено, и ответственные ресурсоснабжающие организации расписались и подтвердили готовность получения тепловой энергии. Есть ли какие-то проблемные вот сейчас точки в городе, где, ну, под вопросом, так скажем, своевременное включение отопления? Ну, я бы сказал, все точки, в том числе проблемные, у нас находятся под контролем. Знаем, ну, неожиданности не должно произойти. Из проблемных на сегодняшний день это Слобода Луговые, там Котельная, Это после Зонального, которая, да? Где-то вот там про нее говорим. Ну, это напротив Корченкина, за железной дороги. Есть предприятие такое, ЗАО Сувенир. Так? Выпускает всякую сувенирную продукцию, известную матрешками и так далее. Ну, у них в связи с, как пояснили, в связи с коронавирусными мероприятиями, тяжелая финансовая ситуация, некуда сбывать продукцию. Видимо, туризм снизился. И в связи с этим они свою котельную, от которой отапливаются три многоквартирные дома, передают муниципалитету. Только сейчас, да? Да, да. То есть они ее все лето, можно сказать, не готовили. И сейчас ведется работа по приемке котельной в муниципалитет. Мы, в свою очередь, уже предварительные работы знаем, что делать. Провели осмотр, знаем, какие ремонты проводить. То есть, буквально, котельная попадет нам на днях в казну. Мы передаем ее муниципальному предприятию и выполняем все необходимые ремонты и запустим тепло. А успеете? Успеем. То есть, я еще раз говорю, есть точки, которые, так скажем, острые и проблемные, но опасений, что где-то отопления не будет, не вызывает. Все вопросы на контроле, отопление получат все. А порядок мы можем назвать? Сколько вот этих точек, вы говорите, есть? Ну, то есть там 10 их, 20? Да нет, немного. Ну, вот это котельная «Зал Сувенир» в «Слободе» луговые. Дальше, я бы не сказал ее проблемной, это на районе КМДК, где в районе Бересники, да? Там сейчас строится новая котельная. Новая котельная в начало отопительного сезона не войдет. Ну, там немножко по срокам она не успевает появиться. Но мы запустимся по старой схеме от существующей котельной. Там тоже не должно быть проблем. Мы на сегодняшний день там проводим опрессовку тепловых сетей. Она тоже подзатянулась. В летний период не опрессовывалась, потому что идет частичная реконструкция тепловых сетей в связи со строительством новой котельной. Но это мы проведем ближайшую, вот на этой неделе все проведем. Запустим и жилье, и садик. Там проблемы не будет, но держим на контроле. Реконструкция тепловых сетей идет на Короленко. В связи с тем, что у кировской тепловоснабжающей компании появилась экономия после торгов, принято решение об увеличении объема ремонтов. Там домов пять, наверное, запустится чуть-чуть попозже, чем остальные дома. Но к 25 числу должны быть все подключены, в том числе и по Короленко. Но остальные должны запуститься в полном объеме. А когда планируете начать отопительный сезон официально? По отопительному сезону мы все-таки руководствуемся постановлением правительства 354 о предоставлении коммунальных услуг гражданам, в котором указано, что отопительный сезон начинается после установления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пяти дней. Нет, точно в течение пяти дней плюс 8 градусов. Я просто помню, был какой-то год, никак не получалось выдержать необходимое количество дней, но было уже достаточно холодно, и все равно отопительный сезон запустили, несмотря на то, что эти пять дней никак не набирались. Вы правы, мы к этому вопросу тоже будем подходить разумно. Естественно, если у нас будет погода играть, там один день выпадет, еще что-то, мы обязательно отопительный сезон начнем. Не будем держать людей. Не будем людей морозить. Спасибо, Дмитрий Александрович. Да, Дмитрий Кондратов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Кирова, был с нами на связи. Первый час разворота завершаем, вернемся через 20 минут. Дмитрий Кондратов